Продолжается работа казахстанских парламентариев в Санкт-Петербурге. Сегодня депутаты обеих палат во главе с председателями Сената и Мажелиса Касым Жумартом Токаевым и Кабибулой Джакоповым приняли участие в заседании Межпарламентской Ассамблеи СНГ, посвященном 70-летию Победы. В Санкт-Петербурге находится и наш корреспондент Иван Тулинов. Он расскажет подробнее. Пожалуй, это единственный случай, когда на заседании депутатов увидишь целый духовой оркестр. Сегодня он по особому случаю. Встреча парламентариев СНГ проходит в Думском зале Таврического дворца в торжественной обстановке и посвящена 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Выступая на заседании Межпарламентской Ассамблеи, спикер Сената Касым Жумартом Токаев обратил внимание на то, что общей задачей является поддержка ветеранов войны и тружеников тыла и заявил о недопустимости искажения истории. Каковы бы ни были политические устремления, но стремление принести им в жертву историческую объективность, чревато далеко идущими отрицательными последствиями для международной ситуации и миропорядка в целом. Разгром фашизма стал поворотным моментом в развитии мировой истории. Народы планеты осознали смертельную пагубность войны для будущего цивилизации. Говоря о казахстанском вкладе в победу, Касым Жумар Токаев отметил то, что в годы войны страна давала больше 85% выплавки свинца по всему Союзу, 90% меди и 1,8% общесоюзной добычи угля. На фронт были отправлены 1,2 млн. казахстанцев. Половина из них не вернулась с полей сражений. Вторая мировая война стала самой кровопролитной трагедией в истории человечества. В знак того, что ужасы военного времени не должны повториться, в странах Содружества прошла международная акция «Эстафета памяти». Акция «Эстафета огня» стартовала в столицах стран СНГ. Делегаты межпарламентской ассамблеи посещали крупнейшие мемориалы и увозили с собой частицы вечного огня. В Астане акция проходила у памятника, посвященному погибшим в Великой Отечественной войне от Анкур-Ваушилар. Частица пламени из Астаны и других столиц стран СНГ прибыли сюда, в Санкт-Петербург, где будут объединены в один общий факел, что будет символизировать единый огонь Содружества. Некоторое время вечный огонь будет гореть на парадном дворе Таврического дворца, а затем будет передан в филиал Государственного музея истории Петербурга, монумент героическим защитникам Ленинграда. Спикеры Сената и Мажелиса также провели двусторонние встречи. С государственными программами Казахстана Касымжо Мартокаев ознакомил председателя Совета Республики Национального Собрания Беларуси Михаила Мясниковича. Спикер рассказал о ходе реализации программы Нурлыжол и обратил внимание на содержание пяти институциональных реформ. О необходимости развивать совместное сотрудничество говорили Кабибулат Жакупов и председатель Мили Меджелиса Азербайджана Октай Асадов. Собеседники отметили важность запуска железнодорожной магистрали Баку-Тбилиси-Карс, а также обсудили электоральные кампании, президентскую в Казахстане и предстоящую в ноябре этого года парламентскую в Азербайджане.